Сегодня у нас такая стройная тема. По всей видимости, часть придется отложить на те поры, когда у нас появится проектор, потому что вот эта часть, которая связана с использованием словарей, она такая очень практическая. А тема у нас довольно теоретическая поначалу, она называется хеширование неожиданно. Смысл в чем? Представим себе, что наша задача хранить данные, ну я надеюсь, что многие здесь присутствующие вообще понимают, что такое хеш-таблица, хеш-функция. Те, которые не понимают совсем, ну так случилось, наверное за сегодня, за несколько минут я не объясню, что это такое, но по крайней мере намекну. Предположим, наша задача хранить какое-то количество объектов где-нибудь там в нашей программе и осуществлять по ним поиск. То есть, вот у нас есть какие-то, ну не знаю, мега-строки, не знаю, картинки, если хотите, объекты. Вот. Причем в отличие от обычной ситуации, когда мы просто можем, ну там, не знаю, объект номер один хранить в ячейке номер один. Это называется эффект телевизора, да? Телевизор выключили, все замолчали. Телевизор включили, все начали разговаривать. Дорогие все, разговаривайте, пожалуйста, громче. Я уже говорил это. Вот создание шумового фона мешает всем, включая вас самих. Вот. Если у вас есть что сказать, говорите не тише, чем я. Даже громче, потому что аудитория устроена таким образом, что то, что говорит лектор, там слышно, а то, что говорите вы, например, вот там слышно очень плохо. Вот. Будьте любезны, просто говорите громче. Значит, ну так вот, хранить какие-то объекты где-то в памяти, внезапно разные, и еще осуществлять по ним какой-то поиск. То есть проверять, например, когда мы хотим реализовать такую штуку, как множество, проверять, содержит ли множество какой-то объекта или нет. Для реализации этой штуки используется такая вещь, как хэш-функция. Вот. Хэш-функция – это, грубо говоря, такое преобразование вашего объекта. Желательно в число, но не обязательно. Но, вот, как правило, в число. Которое некоторое… Такое преобразование объекта, f от объекта, в другой объект. Да? Предположительное число. Ну, примерное число. Вот. Такое, что размер области определения этого самого f существенно больше размера в области значения f. Давайте здесь напишем скобочка. Вот. То есть, идея стоит в том, чтобы, например, все картинки, какое их… Ну, понятно, если мы будем представлять картинку как одно большое миллионзначное число, то, как бы, количество возможных таких чисел превысит количество, там, атомов во Вселенной, помноженное на количество микросекунд во Вселенной, да? Вот. Так вот, смысл в том, что на самом-то деле, хотя область определения… То есть, количество, область определения того, чего мы хэшируем, количество объектов, возможных к хэшированию, актуально бесконечно, нам хочется их свернуть до актуально конечного множества, чтобы как-то оперировать с неуникальными, но все-таки идентификаторами. Вот. И для этого служат хэш-функции. Зачем нужны хэш-функции? На самом деле, они нужны для разного. И в зависимости от того, для какого разного они нужны, к ним предъявляются различные требования. Ну, например. Например, мы хотим сделать так, чтобы у нас на той выборке из области определения объектов, которые мы имеем, значения хэш-функции были по возможности разные. То есть, мы берем некоторый случайный объект, вычисляем из него хэш-функцию, потом мы берем некоторый другой случайный объект, вычисляем из него хэш-функцию, и несмотря на то, что размер того, что получается, это не слишком большое по сравнению с исходным объектом число, вероятность того, что хэшисты выпадут, близка к нулю. Да, значит, такая неуникальная идентификация объектов. Неуникальная идентификация. Идентификация. Вот. Это что накладывает? Это накладывает на нашу хэш-функцию некоторые требования, ну, какого-то вот такого размазывания результата по всей области значения. Другой вариант. Что мы можем хотеть от хэш-функции? Например, мы хотим, чтобы для почти похожих объектов, отличающихся одним байтом, например, или одним битом даже, хэш-функции резко отличались. Чтобы превратить последовательность слепающихся в своей области значения исходных объектов в последовательность хорошо размазанных по области определения... Наоборот, слепающихся в области определения исходных объектов впоследствии хорошо размазанных объект в области значения, значит, разброс. В первую очередь, как раз для построения хэш-таблиц, тех самых, о которых мы будем говорить сегодня. Чтобы так случилось, что, во-первых, для рядом, для почти похожих объектов гарантированная хэш-функция была разная, потому что в реал-лайфе очень часто встречаются почти похожие объекты рядом друг с другом. И, во-вторых, чтобы не только сама хэш-функция была разная, но и то место, в которое приезжает соответствующий хэшик, было по возможности случайным, по возможности размазанным по нашей области значения, чтобы не получилось так, что нам приехала пачка почти похожих объектов, а у них почти похожие или похожие хэши. Вот. Разброс. Возможно и желательно равномерный. Да? То есть представим себе очень маленькую область значений, совсем маленькую, там, ну, не знаю, из, там, 256 вариантов, просто один байт. И, там, не знаю, миллион входных объектов. Было бы очень здорово, если бы наша идеальная хэш-функция давала бы для каждого миллион делить на 256, сколько там получается, да? Типа 80 тысяч, могу ошибиться в порядке. Поделите сами. Вот. Вот. Чтобы не получилось так, что из этого миллиона, значит, 999 тысяч, у них хэш-функция равна единице, а остальные хорошо размазаны. Да? Так что разброс был бы еще, хорошо бы еще, чтобы был равномерный. Вот. Зачем это нужно, поговорим дальше. При этом, обратите внимание, вот эти два свойства совершенно различны, да? Когда мы говорим о равномерности разброса, мы подразумеваем, что будут коллизии по хэшам, да? Что хэши могут совпадать. Просто мы хотим, чтобы эти совпадения были, вот если построить гистограмму, нигде не скапливались. Для, повторяю, той выборки из области значений, из области определений, которую мы даем. Мы можем захотеть, например, чтобы этот хэш был невосстановимый, чтобы по исходному, по значению хэша нельзя было сделать гипотезу относительно свойств исходного объекта. И это уже в области криптографии нас перевозит. Опять-таки, обратите внимание, что никакого отношения вот к этому прямого не имеет оно, да? Невосстановимый хэш – это вот то, что используется, например, для базы данных паролей, да? Нормальные системы, как бы, нормальные системы аутентификации, да, они не хранят пароли, они хранят невосстановимые хэши. Чтобы подобрать мароль, можно было только к брутфорсу. Вот. И вся вот эта идея индексирования функции образования хэша, она как раз ровно к тому и сводится, что, а вдруг мы этот алгоритм хотя бы чуть-чуть упростим, алгоритм брутфорса? Там вот немножко сделано предположение относительно того, какие пароли бывают, какие не бывают. Вот невосстановимость. Мне кажется, еще какие-то бывают требования, я мог пропустить что-нибудь важное, но, в общем, нет. Ну, поиск коллизий, да. Ну, про коллизии мы уже говорили, именно что, то есть не поиск, а предсказание коллизии. Ну, поиск коллизии, что, значит, вышли два хэша, бац, получили коллизию. Или я что-то не то говорю? Ну, да, 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 ну, так вот это вот оно же, да? Просто оно не... ну, да, понятно. Я понял, о чем вы говорите, что помимо невосстановимости исходного значения, еще трудность подбора другого значения с таким же хэшом. Да, вот вы об этом говорите, чтобы невозможно было сгенерировать коллизию. Вот, да, совершенно справедливо. Что, вообще говоря, наводит нас на размышление, что одного понятия хэш-функция, просто хэш-функция, для решения одной конкретной задачи недостаточно. Мы должны описать, какие, собственно, свойства мы на самом деле от нее хотим. Вот. В питоне, здесь у нас, значит, включается проектор, есть встроенная хэш-функция, которая называется хэш-объект, которая достаточна для выполнения некоторых из здесь присутствующих действий. То есть, в первую очередь, вот этого. Вот. То есть, это не значит, что в питоне нельзя сгенерировать два объекта с совпадающими хэшами. Можно. Но, как бы, гарантирует... И, в общем, вот этого тоже. Но не вот этого, естественно. Настолько не вот этого, что, например, хэшом от короткого целого числа является короткое целое число. Кстати, тогда вот этот разброс не совсем разброс. Частично. Вот. Что мы имеем, вводя такую хэш-функцию в питоне? Мы имеем возможность смоделировать то, что называется в теории алгоритмов хэш-таблицу. Хэш-таблица – это как раз такая структура данных, которая нам позволит хранить информацию о том, что... Ну, или хранить сами наши объекты где-то в памяти, и очень-очень быстро по ним искать. Идея стоит в чем? Ну, предположим, наша хэш-функция, сейчас мы забываем немножко про питоновскую, выдает ее область значений, ну, не знаю, там, по-тупому от... Хватит ли мне здесь картинки? Давайте я, наверное, сделаю вот так. Наверное, сделаю вот так. Ух, тут никто не двигает эти доски, что ли? А я двигаю. Значит, предположим, наша область значений довольно маленькая. Смоделируем очень маленькую такую небольшую игрушечную хэш-функцию, да? Ну, не знаю, там, на 16 элементов. То есть вот это самое хэш от объект от 0 до 15. 4 бита. 4, да. Вот. Объект. Предположим, так же, для начала, что этих самых объектов очень мало и хэш-функции идеальные. Что это означает? Это означает, что вот у нас, мы, например, храним там 5 каких-нибудь объектов. Вот. Ну, хорошо, может быть, здесь не 15. Окей, давайте, там, не знаю, 255, да? 1 байт. Побольше. Мы храним там 100 каких-то объектов, и для каждого объекта в хэш-функции различаются. Как бы мы реализовывали структуру данных, по которой мы бы узнали, что вот из этих 100 объектов некоторые у нас уже были, есть, то есть мы запомнили, что они есть, а некоторых нет. Ну как, мы бы положили их в список, да? И потом по этому списку бы линейно искали. Понятно, да? Да, вот у нас есть, значит, 100 каких-то объектов, значит, из большого множества объектов. Эти 100 объектов, мы примерно знаем их природу, поэтому мы подобрали идеальную хэш-функцию, такую, что для каждого из этих объектов она дает значение от 0 до 255. Вот, но если бы мы забыли про хэш-функцию, то идея проверить, содержится ли этот объект в нашей таблице, имел бы линейную сложность. Я путанно говорю. Давайте с другой стороны зайдем. Допустим, у нас есть входное множество, да, там вот выборка какая-то, какое-то О. Слушайте, О очень похоже на О большое, давайте как-нибудь его по-другому называть. Ну, не знаю, M, да? Вот. Скажем, их 100. Да? Нет, погодите, не 100, их может быть очень много. Много. Самих объектов, видов объектов много, да? Как мы договорились, что объектов бывает очень много, множество объектов очень большое. Но выборка наша, который принадлежит M, да? Вот размер это M, ну, скажем, 100. Мы немножко знаем, значит, есть какой-то конкретный объект, Обж. И мы хотим проверить, принадлежит ли он M. Коих там 100 штук. Понятная и простая задача. Залезли в список, сравнили с нулевым объектом, с первым, со вторым, с третьим и так далее, с десятом и так далее, с 99. Средняя скорость, ну, как бы, средний шанс на то, что мы найдем, на 50 объекте все наступает. Значит, вот такое действие проверки принадлежности объекта списку у нас линейный. И это еще при том, что сравнение самих объектов может быть довольно тяжелой операцией. Предположим, это картинки вот такие, 8 на 7, гигабайтные. Да? И отличаются они там, может быть, двумя байтами где-то. Вот вам ситуация без использования хэша. Теперь ситуация с использованием хэша. Да, зато размер вот этого, размер вот этой выборки, он ровно 100 умножить на размер одного элемента. Это понятно. Теперь ситуация с использованием хэша и с использованием хэш-таблицы. Мы заводим таблицу, в которой у нас не 100 слотов, а 255. Кстати, 100 многовато, там 1 треть должна быть свободна. А нет, от 1 до 2 третей, так уж нормально. 100 многовато, все равно. То есть это получается такая разреженная таблица, в которой, вообще говоря, не все элементы заняты. Нулевой. Первый. 255. И мы начинаем добавлять в эту хэш-таблицу наши объекты вот из этой выборки M. Как мы это делаем? Берем объект, давайте мы его назовем не общ, а там M0. Берем объект M0. Вычисляем от него хэш. Скажем, он равен, не знаю, 17. Помещаем объект в 17-й слот. Берем объект M1. Скажем, его хэш равен 200. Помещаем его в 200-й слот. В случае идеальности нашей хэш-функции мы получаем на выходе массив, состоящий из 255 ячеек, из которых 100 занято. И в них лежат, соответственно, наши объекты из выборки M. Внимание, вопрос. Какая сложность будет у алгоритма поиска, принадлежит ли некоторый объект нашей хэш-таблице? Константа. Потому что мы вычисляем хэш, поэтому хэшу немедленно вычисляем индекс, глядим сюда, один раз сравниваем на объект с тем, что хранится тут, и говорим, лежит, не лежит. Понятно. К сожалению, идеальных хэш-функций не существует. Точнее, не так. Они существуют. Но только в случае, если мы очень хорошо знаем свойства вот этой выборки. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы все это как-то заработало. Фитрост номер один. Вместо объекта будем хранить здесь что? Ну, какие-нибудь питоновские списки. В терминах вот этой всей машинерии это называется ведра, бакетс. То есть мы вычислили, допустим, мы вычислили какой-нибудь хэш от M к АТ, и он внезапно, трах-бах тоже равен 17. Не идеальная хэш-функция. Что мы делаем? Да мы просто берем и к вот этому объекту M нулевую в это ведро добавляем еще M7 M к АТ. Все, их там будет два. Понятное дело, что все равно поиск по нашей хэш-таблице, если хэш-функция хоть и с коллизиями, но обладает свойством, я тут загородил, равномерного распределения на выборке, поиск по нашей хэш-таблице все равно будет в 256 раз быстрее, чем поиск по списку. И если таких объектов, предположим, ну не 100, а там 1000, то вот эта таблица будет в среднем заполнена на 4 плюс-минус. И причем не просто в среднем, а желательно, так сказать, как можно более равномерно распорную. То есть у нас будет в каждом ведре плюс-минус 4 значения. То есть сложность поиска будет константа, умноженная на 4. То есть вообще говоря, тоже константа. Правда, конечно же, исключительно для такой специальной хэш-функции, которая на нашей конкретной выборке дает хороший разброс. Фактически вот здесь мы уже фактически нарисовали структуру данных, которая в питоне называется множество. Осталось только поговорить немножко о том, все-таки какой же область значения у хэш-функции. Вот. В чем проблема? Если у нас очень мало объектов в нашем множестве, ну там 10, было бы очень здорово, чтобы эта хэш-функция имела очень маленькая область значения, да, ну примерно там, не знаю, 64, да? Сколько это? 8 битов. 6. 6 битов. Да? Вот. Почему? Ну потому что нам неохота хранить много пустых ячеек. Практика показывает, что если распределение объектов достаточно случайное, и хэш-функция хорошенько их пережевывает и тоже выдает достаточно хорошо ослучайное число, то если хэш-таблица забита на треть, то она нормально работает. Если больше, чем на две трети, то она плохо работает. Ее надо увеличивать. С другой стороны, мы, конечно же, не можем делать много разных хэш-функций, да? И в питоне она одна. И она выдает довольно большое число. Если попробовать, значит, посмотреть от разных объектов хэши, то мы увидим, что это число довольно большое. Поэтому реализация множества в питоне вводит еще один элемент косвенности. Мы просто берем, скажем, у нас множество небольшое. Значит, множество задается в фигурных скобочках. Пишется, что вот такое. Да, там. 1, 3, 5, 100. Кстати, можно туда и строки, например, вставлять. Ку-ку наше, да? Вот такого размера множества будет иметь хэш-таблицу размером, по-моему, в 8 элементов всего. Вот, 3 бита. Как это достигается? Мы берем хэш-функцию и берем от нее остаток отделистки на 8. Вот и все. Отрезаем от нее те самые 3 бита. Если исходная хэш-функция... Если исходная хэш-функция обладала свойством достаточно хорошего разброса, не обязательно равномерного. Разброс есть, равномерный нет. Если исходная хэш-функция обладала свойством достаточно хорошего разброса, то после ее взятия для такого объекта мы получим все равно достаточно хороший разброс даже по этой маленькой табличке из 8 элементов. То есть мы взяли, вычислили хэш от какого-то элемента, допустим, от куку, и взяли остаток отделения на 8, потому что 8 – это ближайшее число к размеру вот этой штуки. И положили туда. Может, уже не 8. Ну, по-моему, изначально 8. Не помню. Врать не буду. А дальше идет такая же фишка, как в питоне, например, со списками. Помните, да? Список в питоне – это не список, а что? А? Ну, динамический массив, да. То есть, фактически, это та же самая таблица, о которой мы говорим, то есть массив указателей, да, связи с объектами в питоне. Вот. Фактически, это та же таблица, вот, размер которой увеличивается в случае, если она переполнилась в два раза. Вот. И уменьшается, я уже забыл, в каком случае, если она кажется пуста на две четверти или на три четверти, не помню, врать не буду. То есть, практика показывает, что такие операции вот внезапного увеличения, переотведения памяти на динамический массив, они достаточно редки в реальных алгоритмах. То есть, вы, наверное, можете написать специальную программу, которая абьюзит это дело. Вот. Так называемый worst case. Но worst case, в общем, в real life не наступит. Вот. Что касается множеств, то там картинка ровно такая же. Мы, значит, когда, может, маленькая, пользуемся остатоком деления на 8, когда он становится побольше на 16, когда еще больше на 32, и, в общем, и так дальше, и так дальше. В результате мы получаем структуру данных, которая в достаточной мере компактная. Да, она занимает вместо памяти, в общем, раза в три больше, чем хотелось бы, но зато средней скорость поиска, средняя скорость поиска элемента, принадленность элемента множества в питоне, константы. Вот. Худший линейный, разумеется, если все внезапно попали в, как бы, у всех хэш-функции сапали. Кстати сказать, в питоне используется не ведерная система хэширования. Я забыл сказать. Это вот один способ. Это заводить ведра. А другой способ это повторный хэширование. Если наша функция дает действительно хороший разброс, то есть почти похожие или, скажем так, два наперед взятых случайных значения, скорее всего, дадут наперед взятые случайные результаты, то если внезапно мы взяли, вот давайте, я даже не знаю, сотру здесь и нарисую другую, или здесь нарисую. Давайте я здесь нарисую другую картинку. Значит, нет, лучше тут. Другой способ. Другой способ состоит в том, чтобы, если мы внезапно получили хэш-коллежин, h от m като равняется, h от m нулевой равняется 17, то при добавлении вот этого като мы берем и еще раз вычисляем хэш. Ну, не знаю от чего. Возьмем, сдвинем его на какой-нибудь вот этот хэш, получившийся на сколько-то бит влево, возьмем остаток отделения. Короче, возьмем и как-нибудь ослучаем самого, сам хэш. И возьмем от него еще раз хэш. Получим какое-то совершенно иное значение, которое вполне возможно нас выведет за пределы вот той пучности совпадения хэшей, пучности коллизий. И положим это туда. Соответственно, ну не знаю там, грубо говоря, я сейчас точно описываю не тот алгоритм, который в питоне. Тогда у нас вычисляется для МКАТ и вычисляется, грубо говоря, хэш от хэш от МКАТ. Ну, может быть, этот какой-нибудь, вот тут еще какая-то функция специальная. Какая-то, какая-то функция по его порче. Вот. И оно там равно, ну не 17, а там, не знаю, 31. Все, приехали, там слот свободный, положили туда. Там занято. Вычисляем еще один хэш, получаем там 100, кладем туда. Вот это называется, вот этот метод называется метод с ведрами, а этот метод с открытой адресацией. То есть, когда у нас изначально адрес не стопудово известен, потому что мы можем вычислить соответствующий индекс, а он занят. Значит, мы перевычисляем этот индекс еще раз. Самый простой способ прибавлять единицу класть в соседний, но ведь именно этот способ плох для почти похожих хэшей, вы понимаете, да? Если они все одинаковые окажутся, то у нас будет вот это вот место заполнено дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Вот. Поэтому в питоне немножко не так. Там происходит повторный хэширов. А какая разница? Смотрите, как идет поиск. Мы, как идет поиск по хэш-таблице с открытой адресацией. Вычисли хэш от искомого элемента. Посмотрели в ячейку? Не совпадает. Перехэшировали. Посмотрели в ячейку? Не совпадает. Перехэшировали. Посмотрели в ячейку? Пустая. Нету. Не пустая. Есть. Вот. Ну, вообще говоря, нет, потому что максимум совпадает с длиной хэш-таблицы. Только такое, ну, наступает в самом худшем из всех худших случаев. Да. А если все ячейки закончились, то расширять? Нет. Расширять, если две трети закончились. А то и одна треть. Я не помню. По-моему, все-таки там хайвутер марк это две трети. То есть две трети все, надо расширять. Иначе у нас коллизия будет на коллизии сидеть, коллизии погонять. Так что вот, может быть, здесь и не 8. 20. Не помню. Врать не буду. Значит, что... Так, значит, помимо задания вот такого в питоне можно написать циклический конструктор. Такое же, помните, для списков мы циклические сборки разбирали? Да, вот для множества то же самое, можно написать что-нибудь типа, я сравняюсь, там, не знаю, ну, наша любимая и умножить на 2 плюс 1 for и in range, вот там, не знаю, 10 if и не равно 6. Ну, чтобы 13 не попало. Разница стоит в том, что это фигурные скобочки. Циклический конструктор такой же, как для списков, еще и для словарей, между прочим. Что можно делать с множествами в питоне? Ну, в первую очередь искать по ним. То есть главное предназначение множеств – это, чтобы можно было по ним быстро находить нужный объект. Проверять, существуют они, принадлежат они множеству или не принадлежат. Реально, в среднем, с линейной скоростью, а не со константной скоростью, а не с линейной. Вообще говоря, в питоне поддерживается теоретика множественной операции над множествами. То есть их можно, дай бог памяти, дизъюнкция, конъюнкция, симметрическая разность, дополнение и еще чего-то. Кажется, все. Кажется, все. Вот. Ну, то есть понятно, да, там вот их можно объединять, пересекать, вычитать, дополнять. Ну, короче, ну вот то, что делать со множествами. Вот. Как вы понимаете, это достаточно эффективная штука. Понятное дело, что она-то как раз линейная, по большей части. Посмотрите на сайте питончика, там есть статья прям про быстродействие в среднем, худшем, лучшем случае. Вот. Про всех этих действий. Ну, в общем, вот это все поддерживается. Вот. Это что касается множеств. Домашнее задание на множество будет. Забыл сказать. Как помните в мультфильме этого самого Роберта Саакьянца про волшебника Ооха? Забыл сказать. Вот. Приду вопросы тебе задавать. Ну, это про экзамен вопрос. Не важно. Ну, так вот. Значит, забыл сказать, что хэш в питоне может быть вычислен только от константного объекта. Ну, это понятно почему. Вы вычисли хэш от списка. Начали с ним работать вот в таком вот виде. Да, вот в таком. Потом взяли, положили в список другие объекты. И вообще говоря, надо заново вычислять этот хэш. То есть, чтобы не мучиться со всякими коллбеками, динамическими изменениями хэшей, в питоне сделано очень просто. Значит, все константные объекты имеют хэш, все изменениями объекта хэша не имеют. Сколько мы знаем изменениями объектов в питоне? Да пока что один, список. Числа, строй, два, байтеры еще. Строки, байтовые строки, кортежи. Это все константные объекты. Они все могут служить ключами. Ну, скажем так, от всех из них можно вычислять хэш. Теперь мы узнали еще один измененный объект. Это множество. Да, ну, там есть метод add, например, чтобы добавить add элемент. Понятно, да? Чтобы добавить элемент множества, надо писать add. Не обязательно писать s там плюс равно. Ну, вот это все. Кстати, сложения нет. Есть вот такая штука. Вот. Ну, от есть. Множество. А что, если мы хотим хранить произвольные объекты? Да? Вот в множестве можно хранить только объекты, от которых хэш вычисляется. А если мы хотим вообще произвольные объекты хранить? Не знаю, списки. Или еще что-нибудь такое? Ну, наверное, если мы хотим хранить списки, мы должны для этих списков обеспечить... О, давайте вот этот сапог. Мы должны для этих списков обеспечить специальные хэшируемые индексы. Ну, в идеале просто переменовать их от нуля до бесконечности, да, и хранить списки в списке. Но нет, да, мы же хотим воспользоваться вот придуманным хэшом. Вот. Тогда нам что придется сделать? Тогда нам придется ввести еще один уровень косвенности. Смотрите, для того, чтобы хранить произвольный объект, надо установить некоторое однозначное соотношение, я бы даже сказал, нет, именно однозначное, между хэшируемым объектом, который мы назовем индексом, да, там вот, индекс. И, собственно, нашим объектом. Такое сделать маппинг, да. Вот, допустим, строка соответствует... Одна строка... Как вот, не знаю, там, в словарях, которые для перевода, да, там, слева одно слово, справа другое, слева одно слово, справа другое. Словарь такой придумать, да. Вот, какую-то структуру данных, которые, допустим, там, слово one, один. Вот. Кстати, а у нас же вроде есть айди объекты. Айди объекты, к сожалению, нам не гарантируют его уникальность. Помните, у нас была ситуация, когда у нас были объекты разные дни, но разные дни. И даже в случае, если они константны. Вот. И поскольку байдизайн эта уникальность не гарантирована... Спасибо за вопрос, кстати, я хотел сказать, но забыл. Поскольку байдизайн это уникальность не гарантированно, а для объектов типу множества потери такой уникальности фатально... Ну, понятно, да, то есть у нас получается, что у нас два одинаковых объекта внезапно считаются разных. Вот. Айди объекты нужен для другого. Айди объекты нужен для отсутствия false positives, да, чтобы мы точно знали, что если объекты имеют одинаковое ID, то это одни и те же объекты. Потому что они тем более равны. Айди объекты, это ведь просто адрес памяти? Это в случае, если он на C написан, кто-то. Да, в C написан, да, это просто адрес памяти. А в случае Java это какая-нибудь ссылка на объект, я там, вовнутри Java машины. Вот. Который, по секрету скажу, тоже адрес памяти. Но это другой разговор. Вот. Это соотношение может быть неоднозначным. Вот ключ, ключ, ключ. Я забыл правильное слово, ключ, естественно. Не индекс, а ключ. Ключ у нас хэшируемый, однозначный. А то, что с этой стороны хранится, может быть и однозначный. Может быть и вот так вот. У него, а то же один. Вот. И вот с этой стороны, может быть не только, ну, даже в случае строках, строка это хэшируемый объект, не только хэшируемый объект, но вообще произволь. Вот. Такая структура данных в питоне тоже есть. Она называется, как неудивительно, словарь. Вот. И реализована ровно введением одной, а начиная с питоном, 3,6, двух уровней косвенности. Еще. Значит, сейчас я попробую рассказать, как это сделано было раньше, а потом рассказать, как это сделано сейчас. Ну, раньше-то было понятно, как сделано. Вот у вас есть табличка старый словарь. Старый словарь. Словарь. Вот у вас есть... Словарь. Вот у вас есть табличка. Та самая хэш-табличка, у которой вычисляется хэш. Он, значит, в проценты размер. Здесь у нас ключ. И вот он указывает куда-то. А здесь, собственно, настоящий хэш хранится. И ссылка на объект хранимый. Вот этот хэш, это... Не хэш, ключ. Ключ, извините. Ключ. И объект. Ключ и объект. Вычисли хэш от ключа. Посмотрели сюда, действительно тот самый ключ. Сослались на объект. Нет. Сходили, перехэшировали, нашли. Ну, в общем, понятно. В чем оказался недостаток такого подхода? Исключительно в памяти. У нас вот эта таблица, как обычно, занимает в 2-3 раза больше места, чем могла бы. Понятно. Нет, не исключительно в памяти, в двух вещах. Во-первых, в памяти. Эта таблица занимает в 2-3 раза больше места, чем могла бы. И в данном случае это важно, потому что у нас теперь там еще и объекты хранятся. Ну, точнее, ссылки на них. Вторая проблема состоит в том, что в нашем словаре, так же, как и в множестве, кстати, элементы идут не в том порядке, в том, как туда добавляли. Вот тут тоже надо было бы включить проектор и показать. По крайней мере, что в множестве это так. Значит, понятное дело, что в хэш-таблице элементы идут не подряд, а в порядке следования хэшей. Это очевидно. Вот в таком словаре элементы идут не подряд, а в порядке следования хэшей. Неудобно. Хотелось бы запоминать, в каком порядке они были. До 36-го питона был даже специальный тип данных, назывался ordered dict, в котором, собственно, это свойство сохранялось. В 36-м питоне внезапно ребята обнаружили, что в проекте, который называется P-P, это питон, написанный, знаете, на чем? На питоне. Вот. Такой, да, вот такой проект интересный. Питон написан на питоне. Люди предложили реализацию словарей более хитрой, в которой используются две структуры данных, а не одна. Новый словарь. Новый словарь. 36+. В хэш-таблице хранятся только, не так, с конца, сами объекты, ссылки на них, хранятся не в хэш-таблице, а в обычном списке. Ну, точнее, это не список, а массив, вот такой массивочек с продолжением типичный. Обж-ссылка на объект 0, Обж-1, Обж-2, ну и так дальше. Их тут столько, каков размер хэш-таблицы? Максимум. А может быть и меньше. Нет, не так. Их столько, сколько их добавили. Это список. 5 значит 5, 10 значит 10, 100 значит 100. А в разреженной таблице, в нашей, хранятся только ссылки. Ключ, номер, 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 как бы это сказать, индекс. Ключ, индекс. Иногда эти штуки пусты, допустим, здесь, допустим, первый, здесь, допустим, здесь, допустим, а нет, здесь, допустим, нулевой, и так дальше. То есть, вот эта таблица становится очень маленькой, потому что вот этот индекс, если тут 8 объектов, он вообще 4 бита занимает. Ну, соответственно, если тут 256 объектов, 1 байт занимает. Тем самым мы экономим память, и тем самым мы наши объекты храним реально в порядке добавления. И когда мы по словарю бегаем, мы можем смотреть нулевой объект, первый, второй, третий, четвертый подряд. Понимаете, да? Раньше мы хранили объект вместе с ключом в разреженной хэштаблице, теперь в хэштаблице хранится только номер объекта, индекс вот в этом списке, а список хранится отдельно, и он упорядочен. Задайте кто-нибудь вопрос, совершенно очевидный в данном случае. Правильно, спасибо. Вы знали, или вы сами придумали? Вот, вот, спасибо большое. Да, значит, практика показала, что удаление объекта из словаря очень редкая операция. Релли. Потому что они не используются, это же не стек, в конце концов. Да? Такое бывает, но бывает очень редко. Соответственно, это во-первых. Во-вторых, если такая операция случится, она, в общем, сделана, как обычно, по-питоновски. Она не очень тяжелая, потому что мы просто берем и помечаем здесь как удаленный. И ничего не трогаем. Вычислил хэшик, посмотрели сюда, упс, удаленный объект. Ну ладно, не будем трогать. Решили добавить следующий, он добавился в конец, здесь удаленный, возможно, тот же самый. Чтобы порядок остался, да? Здесь навсегда залипает пустое место. Ну, слово навсегда, оно такое питоновское, навсегда. Когда этих пустых мест станет, как обычно, больше двух третей, мы делаем реструктуризацию. Да, она чуть более сложна, чем реструктуризация списка. Там приходится немножко пожевать вон то, пожевать вот это. Но оно того стоит, потому что, повторяю, практика показала, что удаление объекта из словаря это очень редкая операция. Так что на первых порах достаточно помечать их как удаленные, а, значит, порядок добавления сохранять в том виде, в котором он есть. Вот и все. Вот тут, конечно, мне страшно не хватает проектора, потому что... Ну, давайте сейчас я нарисую на доске... Окей. Как задавать слова? Задавать слова очень просто. Все тем же фигурным скобочком скобочек больше нет. Ключ значение ключ, двоеточное значение. Пустой словарь обозначается вот так, а пустой множество, знаете как? Вот так. Просто называется конструктор с пустой скобки. Ну, потому что и то, что и скобки есть. Все-таки словари более часто используются в питоне, чем множество. Так что, пожалуйста. Пустой. Не лишнее напомнить, что пустой словарь и пустой множество это пустые объекты, которые себя ведут как false, если участвуют в логических операциях, естественно. Вот. Когда вы обращаетесь к словарю, вы пишете что-то типа vr, там, key, да, и это будет ключ, вот тот самый, хэшер. Может ему что-нибудь присвоить. Вот так вот, да. Разумеется, и здесь, и здесь могут быть нестройки. Здесь могут быть любые хэшируемые объекты. Напоминаю, что ключ словаря это хэшируемый объект любой. Вот. А здесь любые объекты вообще. Потому что это просто любой объект, ссылками которых хранится вот здесь. У меня вопрос. Можете себе выдумать ситуацию, когда нам понадобится, чтобы к индексам, ну, скажем, в словаре, сложило множество. Таких вообще, в принципе, вот можно себе придумать задачку, в которой нам понадобится индексировать множество. В смысле, много, что множество и у нас нет. Ну, в общем, просто поширяет, да? То есть, у нас есть какой-то набор, не знаю, там, данных, ну, не знаю, покупки какие-нибудь, да? Вот здесь люди покупают, там, бочки в томате и водку, то это одни люди, да? А я, а если томатный сок и скотч, то другие, да? Извините за алкогольную тематику. Значит, я вот к чему, что на самом деле довольно часто, когда мы вообще, если нам в принципе взбредет в голову использовать в качестве индекса не простую структуру данных вроде строки или числа, а какую-нибудь розетку, довольно часто эта структура числа хочет быть множеством. Поэтому, поэтому для этой цели в питоне, это я немножко делаю отступ назад, вот сюда, назад отступ делаю. Поэтому в этой цели в питоне есть специальный тип данных, который называется frozen set. Во, вот этот плохой мел. Вот тот мне попался хороший, а этот прям скрипучий-скрипучий. Ну вот этот хотя бы. Frozen set. Вот. Он нужен ровно для того, чтобы из обычного множества сделать замороженное, а замороженное множество это константный объект, а константный объект может быть хэшом, его можно добавлять множество, его можно использовать в качестве индекса этого самого словаря и так дальше. Вот. Соответственно, у словарей есть и кажется еще items. это, соответственно, последовательность ключей, последовательность значений, последовательность пар, ключ значений. Причем это не списки, а вычислимые последовательности. Ну понятно, потому что у нас есть этот самый особого типа. у нас есть сам словарь, по нему всегда можно пройти совершенно необязательно, как во втором питоне, например, генерировать целый список для этого и хранить его в памяти. Зачем? Так что, если бы мы посмотрели на экран, мы бы увидели, что вот это, это и это это не какие-то классические типы данных, а специальные типы данных, про которых написано, что это dict-keys, это dict-values, более того, словарь может, словарь является последовательностью, точнее так, он поддерживает протокол последовательности. Можно написать что-то типа for k in v это на самом деле v.case то есть на самом деле, когда вы пишете for for имя in словарь, на самом деле вы итерируете вот по этой штуке для удобства. Если вам нужно иметь и то, и другое, пишите for k in v. чего там items, да? Вот и все. Ну, конечно же, у словаря есть циклический конструктор. Он ровно так и устроен, как циклический конструктор для множества или для списка. Вы можете написать что-то типа ну там v равно и умножить на 2 плюс 1 и умножить на 2 плюс 1 двоеточие ну не знаю и проценты 3 for и in range там от 10. вот эта пара значит здесь у нас будет что там нечетные числа да начиная с 3 начиная нет начиная с единицы а здесь остаток отделения то есть для нуля это будет 0 для единицы это будет 1 да не длинница а для 3 это будет 1 для 5 это будет 2 для 6 это будет 0 ну и так дальше для 6 это для 7 вот такой вот конструктор ну тут тоже может быть фильтрующий ну все то же самое да вот подчеркнутая часть отличает циклический конструктор словаря от циклического конструктора ну скажем унашества вопрос с этим возникает вопрос а зачем вообще нужны словари это немножко синтетически выделенный тип данных ну вроде бы ну хорошо зачем нужны множество понятно по ним искать быстро правда по словарям тоже вот но в принципе зачем мне может быть нужны возникает ответ вот словарь это самый нужный тип данных в питоне сам питон сделан в основном на словарях я не шучу помните у нас так сейчас мы что-нибудь тут раздвинем наверное вот это пора нашу хэш-функцию затирать помните у нас при разговоре про при разговоре про функции вылез вылез тот факт что в функциях который час круто что в функциях передается на самом деле кортеж помните что фактические параметры функции объединяются в кортеж приезжают в функцию и мы можем их запаковывать и распаковывать ну с одной стороны не не распаковывать и передавать сразу кортеж а с другой стороны тоже не распаковывать и принимать сразу кортеж помните такое молчание был я ответом ну и операция звездочка распаковки вот помните ну так вот на самом деле и тут мне опять очень не хватает проектора на самом деле у функций же есть еще параметр по умолчанию вы можете написать что-то такое дев f от а равно одному b равно двум c равно куку вот тролли-вали и в результате эту функцию можно вызвать например f просто так это будет вызов функции от один-два куку f допустим от 1 от 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 плохой мел от 2 это будет f от 2 2 куку f от c равняется кукуряку и это будет f от 1 2 кукуряку это называется именные параметры в отличие от параметров позиционных они отличаются не по тому месту где они стоят потому что можем написать и вот так f от скажем b равно 3 а равно 7 пожалуйста дело не в том где они стоят а в том как они называются эти параметры не попадают в список позиционных параметров когда вы распаковываете кортеж почему да потому что они передаются словарем можете написать f не влезет вот сюда наверное да можете написать дев f от звездочка звездочка а там ар г н вот эта звездочка звездочка будет означать что тот словарь именных параметров которые вы функции передаете просто приезжает в виде словаря эх жалко что у нас нету проектора я бы все показал да и вот в этом арг н можно написать например дам принт арг н допустим вар такая функция будет работать только тогда когда вы вызовете с именным параметром вар никогда иначе да там f вот вар равняется одному тем самым вы можете написать функцию собственно вы уже написали функцию в которой вы можете передать в любое количество любых параметров с любыми именами надо только добавить сюда еще rg p звездочка rgp все вот такая функция звездочка rgp две звездочки rg да будет принимать любое количество параметров с любыми именами и любое количество позиционных параметров у вас будет лежать в этом кортеже а имена параметров и их значения вот в этом словаре как нетрудно догадаться вызвать вы можете точно так же создать слова и вызвать функцию с словарем . звёшь к словарь ну точно так же когда делать с кортежами если вам в этого мало то опять таки я страшно недоволен что у нас нету нету нельзя этого показать потому что в действительности знаете что сделано с помощью словарей питоновские пространство имен помните функцию dear а помните функцию locals и globals а помните какой формат locals и globals выдается на экран вот такой имя 2.0 значение имя 2.0 значение да еще фигурных скобочках как вы думаете почему да потому что это словарь вы можете написать вместо допустим а а равно 7 в тексте программы вы можете написать locals квадратные скобки а равно 7 и у вас в пространстве локальном пространстве имен заведется имя а будет равно 7 и у вас будет получится это имя будет доступно локально пространство имя или если вы удалите что-то из локального глобального пространства минуту она соответственно это им предстоит существовать таким образом мы в питоне скажем так развенчали еще одну легенду что вместо каких-то волшебных пространствами он каких-то name space of есть просто словаре самый обычный прям вот прям с ними можно работать руками это конечно опасновато да представьте себе программу на паскале которая удаляет переменные вместе с имени и с их именами вот да не представляете да значит но в питоне так можно сделать и это в общем ну собственно так и и и происходит действительность вот основные и скейсы по использованию словарей счетчики у нас будет задача такая самая популярная слова у толстого найти может не у толстого влорим ипсом лорим ипсом самый популярный слов найти собственно слова и преобразование одних объектов другие как вот мы нарисовали словарь что еще что-то еще как я буду такими руками пароль набирать не буду сейчас вспомню так не вспомню придется набрать кэш и жалко вот тут тут конечно тут конечно я ничего не смогу рассказать словами это надо писать программу представьте себе ситуацию это такой костыль конечно да ситуация костыль представьте ситуацию костыль вы написали вы решаете какую-то задачу ну не знаю условно олимпиаду помните у нас была задача про 3 чего-то там который линейно медным линейного программирования решалась как она называлась что-то да 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 три единицы да нет трех единиц именно представьте себе что в эту задачу решаете не медным линейного программирования а тупым перебором она правда получается немножко сложный в том смысле что там будет два степени этих самых вот вариантов вот почему задача решение тупым перебором такой неэффективными да потому что вот ну рекурсивные условно говоря да потому что когда вы пишете эту рекурсию на самом деле вас миллион раз вычисляется одно и то же вы берете значит вот этот самый число урезаете его на число на единичку меньше там проверяете как вы думаете сколько раз вы будете проверять последствий из пяти единиц на предмет того если в ней три единицы в начале с начиная с первого начиная со второго начинаешь 3 короче очень много раз причем поскольку эта проверка тоже рекурсивные да там то вы будете залезать внутрь и проверять последствия четырех единиц именно по этой причине тупой перебор такой сложный он совершает бесконечно много действий и предположим у вас не хватило мозга эту задачу решить более эффективным способом вы можете применить словарь и вы можете взять искать так для пяти единиц пожалуйста результат положим словарь если он там есть то не надо ничего рекурсивно вызывать вернуть результат который есть в учебнике который вот thinking python в разделе словари там прямо есть пример там есть рекурсивное решение задач его генерации числа фибоначчо ровно такое же до числа фибоначчи не надо генерировать рекурсивные потому что когда вы делаете там 100 число фибоначчи вы же будете предыдущий от предыдущего вы понимаете в этом дереве на самом деле все узлы друг друга повторяют вот и она и она это это неправильное рекурсивное решение путем вот этого введения костыля кэша из словаря становится ну более менее эффективно хороший пример потому что очень мало кода загляните в учебник там в общем все написано если вот то что я сейчас сказал не очень понятно идея в том что вместо рекурсивного вызова вы проверяете наличие уже готового ответа в словаре а он там есть скорее всего уже вот вот довольно часто применение словарей потому что это универсальный кэш всего лишь бы ключ хэширования ключ по которым вы кашируете был хашируемым извините за кламбу ну вот время наш вышло все остальное я не рассказал потому что не показал домашнее задание пока что в проекте в том смысле что идеи домашнее задание сформулировано самих домашних за ничего нету но за выходные длинные они появятся я вам обещаю вопрос пожалуйста что я надеюсь что скорости в воскресенье будет точно к воскресенье не знаю потому что у меня завтра такое очень все в воскресенье будет точно в смысле распаковывают просто они распаковывают словарь идея в чем что вот вот это это словарь вида имя двоеточие значение где имя это имя ну да а что именно что в чем ваш вопрос вот сюда полетит словарь а давайте ну вот смотрите вот сюда вот вот при таком вызове прилетит словарь из одного элемента где ключ равен вар строка а значение равно единице и поэтому вот этот принт вообще сработает так поскольку человек который делал несколько дельных замечаний стал быть следил за происходящим задает вопросы скорее всего не всем понятно что это такое тягостное молчание ну хорошо все ли помнят действительности вдруг не все как распаковываться запаковываются позиционный параметр при передаче функции тягостное молчание окей давайте тогда так давайте мы следующий следующую лекцию начнем вот с этого раза разбора ровно этой кузы этого кусочка заодно кое-какие примеры по словарям тоже пройдут я надеюсь что к тому моменту будет работать проект я понял что это как бы на сухую довольно тяжело воспринимается хорошо тогда всем спасибо я надеюсь что следующему разу что-то будет может быть имеет стоит может быть имеет смысл озаботиться наличием в nc клиента на ваших машинах тогда вы будете просто наблюдать моего ноутбука а вот сюда даже не смотреть вот по себе скажу что я по слабости зрения обычно ничего не вижу что происходит на экране и мне всегда очень не хватает в nc трансляции но все тогда всем спасибо извините что так получилось я как бы не сторож этому